Коллекцию работ Татьяны Яблонской в Запорожском художественном музее собирали в течение 36 лет. Здесь представлены картины внушительного отрезка ее творчества с 1945 по 2002 год. И это, пожалуй, одна из самых лучших коллекций среди областных музеев. Татьяна Ниловна удивлялась и восхищалась нашим мужеством, как они не побоялись взять эту работу в свою коллекцию. А ведь действительно, ее работы снимали с экспозиции. Самые-самые, ну, казалось бы, безобидные. Ее вызывали в ЦК партии, ее лишали всех должностей выборных, везде выгоняли ее. Галина Борисова рассказывает о картине «Колыбель». Художнице удавалось работать в стиле соцреализма и при этом быть сильнее системы, отражая действительность в своих работах. Татьяна Яблонская вмела на тирке, будто выдатную художницу, а еще мало способность изменяться. Вы знаете, это, может быть, даже страшно изменяться, когда ты досягешь чего-то, когда ты уже имеешь какую-то премию, государственную премию. И тут она изменяет свою творчество и переходит на другой уровень. В музейной коллекции представлены портреты, пейзажи, натюрморты и не только. На многих из картин есть обереги. Татьяна Яблонская называла себя язычницей по мироощущению. Еще один элемент, который можно увидеть во многих работах художницы – окно. Она не раз повторяла. У каждого человека есть свое окно. Окно в жизни и окно в природу. Окно в Запорожье Татьяна Яблонская открыла для себя в начале 70-х. Единственный визит художницы продлился всего лишь день. Естественно, она была в союзе художников. Естественно, ее повезли на Хортицу и провели ей экскурсию. Известный краевед Ширяев Анатолий Георгиевич, видно, так ее обаял, она была вообще поражена тем, что увидела на Хортице, то она ему несколько раз передавала подарки. Один из них, а форт Запорожец, в результате пополнил коллекцию художественного музея. Ознакомиться с этой и другими работами Татьяны Яблонской запорожцы смогут в течение месяца.